Друзья, рада вас приветствовать прямиком из холодильника. И сейчас мы хотим вам показать огромное поступление луковичных растений, клубни луковичных, которые насаживаются в открытый грунт или выращиваются в домашних условиях. Мы знаем, что вы давно уже ждали этот обзор, давно хотели узнать, что же приехало у нас. И мы как раз приглашаем вас на нашу виртуальную прогулку по холодильнику. Покажем вам ассортимент. У нас просто огромные, разные группы цветущих, декоративно-лиственных растений. Сейчас пройдемся по каждой группе, покажем какие-то эксклюзивные сорта, может быть, какие-то интересные, о чем вы давно мечтали. Оставайтесь с нами, смотрите нас дальше и мы начинаем. Вообще луковичные это образное, такое собирательное название растений. Туда входят и клубневые растения, такие как бегонии, глоксинии, какие-то калны, например. Клубни луковичные, гладиолусы, каллы. То есть разные виды, которые объяснены общим названием луковичные. Также туда же входят и луковичные, собственно, это крокосмые различные, аврези и корневищные. Сейчас я стою рядом с гладиолусами, это у нас клубно-луковичные растения. Гладиолусов у нас очень большой выбор, более 50 сортов, разных категорий, разных видов, разных разновидностей по стоимости различающихся. Есть эксклюзивные сорта, есть карликовые, высокорослые, вы можете каждый для себя подобрать что-то интересненькое. Есть также миксовые, в смеси интересных раскрасок и размеров. Можно интересненькое что-то выбрать для себя. Вот, например, в руках у меня принц Клаус. Есть очень симпатичные, необычные гладиолусы, это более-таки карликовые. Здесь 5 луковичек идет в пакетике. Необычно интересная краска, стоимость 146 рублей. Цена указана за пакетик, за весь пакетик, в котором определенное количество луковичек. Есть пакетики с двумя луковичками, например, Blue Eye 79 рублей. Цвета абсолютно разные. Есть темные интересные, эксклюзивные какие-то окрасы, например, Tarina Bambina 179 рублей. Здесь у нас идет 10 луковичек в упаковке. Такие интересные. Ну, смеси, конечно, смеси в миксах также разные. Есть по 10 штук и по 5. 106 рублей 5 штук и 167 рублей 10 штук. Также вы можете обратить внимание, что на упаковке написаны фракции. То есть цифры 11-12, 10-12. Это так называемая окружность луковицы. Есть разные фракции. Чем крупнее луковица, тем она считается более экстра-класса. То есть из нее будет более крупное растение развиваться и более жизнеспособное. Но 10-12 тоже считается средняя фракция, которая, тем не менее, очень хорошо растет, хорошо дает растение, дает много красивых цветов и так далее. Тоже все зависит от сорта. Голубые гладиолусы, всеми любимые. Кингслин, 108 рублей. Здесь у нас 5 луковиц. Интересные, необычные сорта. Есть желтые также виды. Лимончелло. Очень красивый, яркий сорт. Осокорослый. 112 рублей. Эксклюзивный сорт. Пометочка эксклюзив. Вы можете подобрать именно вот такие сорта. Кингслин, 144 рубля. Голубой красивый гладиолус. Очень обычные, красивые гладиолусы. Сочетание цветов, фиолетово-красные. Вельвет айс. 10 луковичек, 188 рублей. Также любимые, популярные сорта бежевые или какие-то такие пастельные оттенки. Мономур, например, сорт. За 10 луковичек, 185 рублей. Здесь идет фракция 12-14. Это экстра луковицы, которые уже такие крупные в окружности. Двухцветные бикалорные сорта. Вот, кстати, тоже пастельные оттенки. Такие синевато-сиреневые, какие-то интересные. Балина. 10 штук, 188 рублей. Естественно, белоснежные гладиолусы, праздничный, торжественный цвет. Здесь за 5 штучек стоимостью 129 рублей. И размер 12-14 по окружности. Кстати, на упаковочке вы можете прекрасно посмотреть все график посадки здесь есть. Какие-то календарные даты, когда можете садить и когда они цветут. Какую-то информацию по расстоянию между луковичками, по высоте растения. Например, данный сорт. Это у нас новый физфризл. Высотой 120 см. То есть это высокорослый гладиолус, который может достигать более метра в высоту. Очень обычные цветовые решения. Цвета нежно-фисташкового цвета, салатные. И оранжевые тоже популярны в озельении, в выращивании. Сорт Green Star, вот такой зелененький. 110 рублей за 5 луковичек. Сорт Peter Pierce, 104 рубля за 5 луковичек. Красивый такой насыщенный оранжевый цвет. И необычный душистый гладиолус или ацидантера. По-другому еще называют. Вот такой немножко необычный цветок. Стоимостью 94 рубля. Здесь у нас 10 таких мелких луковичек. Можно выращивать как горшечное растение, можно выращивать в открытом грунте. Гладиолусы это растения, которые у нас не зимуют. То есть их обязательно нужно на зиму выкапывать. И хранить в темном, в прохладном помещении. В сухом обязательно до высадки весной. Любимец садоводов. Ирис или касатик еще, как по-другому называют. Ирис германский. Бородатый ирис. Очень большое количество видов, сортов. У нас представлено сейчас в наличии. Это корневичные растения, которые выращиваются практически повсеместно. На любой территории. Очень хорошо подходят для украшения водоемов. Например. Или водной глади. Можно применять в любой. Для любого украшения. Цветут они в основном в ранние месяцы. Первые летние месяцы. В конце мая, июнь. Некоторые сорта могут завести даже в июле. Из большого разнообразия видов. Можно собрать целую коллекцию какую-то. Сейчас покажу некоторые самые интересные и необычные виды. Любимцы. Темные окрашенные сорта. Насыщенный. Темно-фиолетовый ирис. Это Black Dragon. Ирис бородатый германика. 183 рубля за корневище. Здесь одно корневище, которое дает очень хорошую поросль и активно развивается. Могут даже зацвести в первый год. Если обильно нарастят зелень, зеленую массу. Но обычно цвение начинается на второй год. Эксклюзивные сорта. Ирис Concorde Crush. Он практически махровый. Даже не похож на ирис. Красивого темно-синего оттенка. Даже голубого. С прожилками. Стоимость его 150 рублей за корневище. Также из необычных сортов эксклюзивных Pink Parfait. Сибирские ирисы. Очень хорошо у нас зимуют. Даже не похож на ирис. Такой больше на розу похож. Раскрытие. 169 рублей за корневище. Есть еще варигатные сорта. Которые ценятся не только своим цветением. Крупными цветками. Но еще и варигатной. Белозеленой листвой. Такие планцетные листья. Которые двухцветные. Очень красиво и эффектно смотрятся в композициях. В каких-то клумбах. И стоимость за корневище 252 рубля. Естественно, любимцы всех. Это какие-то желтые, коричневые оттенки. Их тоже большое разнообразие. Можно посмотреть. Интересный, эксклюзивный тоже сорт. Бородатый ирис. Шикарный, крупноцветковый. Сорт Эдит Волфорд. 194 рубля. Красивая, очень двухцветная краска у него. И такой махровый, густомахровый. Но цветок отличается именно своей крупностью. Здесь также представлена информация. Которую можете посмотреть, когда высаживаются в открытые грунты. И когда цветут они. И по высоте очень важно для себя посмотреть. Какая высота у сорта. Чтобы уже подобрать для построения композиции. Какой-то в ландшафте в своем. Всеми любимые лилии. У нас они представлены азиатские, восточные сорта. Это отличается между собой особенностями цветения, строением цветка. И особенностями ухода. Азиатские это более простые лилии. Они менее требовательны в уходе. Восточные лилии считаются очень шикарными. С душистыми сортами. Которые цветут красивейшими крупными цветами. И очень пользуются популярностью. Естественно, восточные лилии пользуются большой любовью среди садоводов. Поэтому мы всегда их, в первую очередь, присматривают для озеленения сада. Много разных сортов. Например, по азиатским сортам можно посмотреть белые, отличные оттенки. Розовые за две штуки, например, с лолипов. Двухцветная лилия, такая простая. 142 рубля. Здесь две луковички. Такие клубные луковички. Плотные. В пакетике. И восточные лилии за одну луковичку. 129 рублей. Здесь вкусно-махровая, красивая окраска. Тушистая. Это сорт Magic Star. Тоже популярнейший сорт. Пользуются большой любовью среди садоводов. Мускадет. Восточная лилия. Очень красивая. Крупноцветковая. 215 рублей. Здесь идет у нас две штучки в одном пакетике. Также лилии каких-то необычных оттенков. Salmon Star, например. Это восточная лилия. Душистая. 215 рублей за две штучки. Оранжевого-кремового оттенка. Так. Exotic Sun. Это гибридная лилия. Тоже популярная. Довольно-таки любимая садоводами. У нее необычное строение цветка. Она даже как-то не похожа на лилию. Совсем желтый окрашенный. Какого-то нимфейного типа цветок. И за две штуки 190 рублей. Есть сорта в смесях. Разные виды лилии. Тут уже как повезет. Это будет цвет сюрприз. У вас три штучки. Может выпасть и кремовая, белая, розовая и красная. И так далее. За смесь 185 рублей. За три штучки. Из корневищных растений. Большой популярностью также пользуется канна. Канна. Это высокорослые растения, которые у нас в наших условиях не зимуют. И они по типу георгина покапываются на зиму. И заносятся в темное, сухое, прохладное помещение. Образуют очень массивную корневую систему. И здесь у нас представлены тоже разные абсолютно сорта. Разные виды. От желтых до темно-красных оттенков. До бордовых. Сорт карликовой канны. Луи Катин. 139 рублей за одно корневище. Корневище очень крупное, плотное. Здесь несколько щеточек роста. И высота, например, этого сорта всего 60 сантиметров. А в целом канны достигают до метра 20-1,5 метра высоты. Все еще крупные в наших условиях. И некоторые даже выше достигают. Люцифер. Популярнейший сорт. Вот такой огненный, оранжево-розовый окрас. 144 рубля за одно корневище. Можно выращивать канну, начиная высаживать в горшок. То есть у вас какое-то время он будет для роста ее зеленой массы. А потом вот этот весь корневой ком вы можете высадить в мае уже, после угрозы заморозков, в открытый грунт. Прекрасно она там будет расти, себя чувствовать. То есть мы можем выращивать по типу рассады. Морозники. Также у нас представлены в разных видах. Морозник или хилиборус. Очень красивое растение. Нежное. У нас это новиночка. В основном все эксклюзивные сорта. 411 рублей за сорт Ellen Purple. Густомахровый морозник. Вот такого насыщенного темно-бордового оттенка. Это корневищное растение. Также можно начинать выращивать его в кашпо. И потом высадить в открытый грунт. Если выращиваете в кашпо, в домашних условиях он будет цвести в зимнее время. А так в открытом грунте растет хорошо, наращивает зеленую массу. И цветет уже ближе к осени. Очень красивыми крупными махровыми цветками. Из декоративно-лиственных растений большое количество представлено хост. Хост разных вариаций. Есть голубые, варигатные сорта, с желтой варигатностью, с белой и так далее. Хост это также любимейшее растение. Тень выносливая. И прекрасно заполняет собой любой уголок сада. Здесь они представлены в корневище по одной штуке в пакете. Тоже разные ценовые категории. Голубые хосты популярнейшие. Seable Diana, например. Красивая такая округлая форма листа. Голубая, 146 рублей за одно корневище. Из голубых хост еще сорт Трублю. Вот такой темный насыщенный, стоимостью 156 рублей. Очень красивый сорт. Популярнейший такой. И необычную такую розетчатую темную образует. Из белых вариаций сорт Remember. Она практически такая белоснежная окраска у листвы. И образует такую густую розетку. Хосты также цвету. Но цветение у них не особо декоративно. Они выпускают множество розеток. В основном ценится, конечно, за декоративные цветы. Необычный сорт эксклюзив. Варпейн, 179 рублей за корневище. Можете посмотреть, оно приходит в таком вот корневище. Как сохранить? Можете положить хосту в холодильник. Это вообще любое растение, которое приобретаете сейчас для сохранения до высадки в открытый грунт. Замотав бумагу в крафтовую, например, почтовую бумагу обычную. Либо просто в крафт. И таким образом вы будете отводить лишнюю влагу. И храните в холодильнике на нижней полке, где хранятся у нас овощи. Можно высадить в горшочки, если у вас есть возможность. Тепличка есть, например, или много мест на подоконнике. Можно прекрасно посадить хосту в горшочек. Она будет наращивать зеленую массу. И потом в мае уже высадить ее у нас в открытый грунт. Дальше. Здесь у нас находятся фрези. Кубни-луколичные растения. Фрези прекрасные цветущие растения. Очень пользуются популярностью. Разные сорта, миксы. В миксах 10 штучек. Луковичек. 129 рублей. Можно целый микс создать. Тоже любимое растение. У нас оно также может выращиваться, как горшечное растение. Прекрасно будет радовать своим цветением. Необычные растения. Эксклюзивные сорта. Это трициртис. Здесь сорта хирта. Такой вот лиловый оттенок. И голден фестиваль. Ближе к орхидейным они у нас относятся. Тоже у нас такая новиночка или эксклюзив. Кто-то не знает, как их выращивать. Растения, которые могут выращивать в горшечном варианте. Например, на балкончике или на террасе. И они будут цвести уже после того, как нарастят хорошо зеленую массу и зацедают лето. Вот если сейчас и посадить. В пакете у нас три таких вот корневища с росточками. Например, голден фестиваль стоит 200 рублей за один пакетик. И трициртис хирта за три штучки 190 рублей. Очень красивое растение. Эксклюзивное, необычное. Также различные виды растений. Декоративно цветущие. Здесь уже у нас многолетние пошли растения. Эрингиум или снеголовник. Разные виды сорта. Блюстар. Белый гигант. Стоимость от 108 рублей. Агапантусы. Можно выращивать как горшечное растение. Они у нас не зимуют. 144 рубля. Платикодон или широко колокольчик. Розовые и синие оттенки. Также любимейшие растения. Его очень ценят за красоту. За крупные колокольчики. Можно выращивать как горшечное растение. Если налито выставлять как контейнерное. На зиму заносить в помещение. Попробовать его можно оставить в открытом грунте. И он еще зимует у нас. 114 рублей за одно корневище. Также здесь эхиноцея. Любимейшее растение. Это очень красивое. Необычная структура цветка. Жестко лепестная. Эксклюзивный сорт. Hot Summer. Такого огненного красновато-оранжевого оттенка. 160 рублей за одно корневище. Герани. Садовые герани. Прекрасно растут в горшечном варианте. И в открытом грунте. Можно высадить в мае. Они будут все лето цвести. Радовать своими оттенками. Например, сорт Splish Splash. 192 рубля за одно корневище. Есть еще герань гималайская. У нас такая махровая. Очень красивая. Сорт Plenum. 175 рублей за одно корневище. Такие миниатюрные розочки. Обильно цветет. И дает много-много-много цветков. Лютики. Или ранункулюсы. Тоже все их любят. За свою красоту. За свою необычную структуру. За свою густомахровость. Это клубневые растения. Их можно хранить в сухом, прохладном месте. Они находятся в виде клубеньков. Таких очень сухих. И перед тем, как высаживать будете в открытый грунт. Их нужно на некоторое время замочить. И потом высаживать аккуратно. Можно сразу. Либо при помощи рассады. Рассадным способом выращивать уже в открытый грунт. Астры. Новобельгийские астры. Тоже пользуются популярностью. Многолетние астры. Они у нас в разных оттенках. Белый, розовый, лиловый и синий. 123 рубля. Здесь у нас интересны еще анимоны. Анимоны. Тоже разных оттенков. От 133 рублей. В смесях разные виды. Очень красивые, шикарные цветки. Воздушные. 133 рубля за 10 штучек. В пакетике. Переходим к флоксам. У нас тоже разные сорта и виды представлены в наличии. Флокс метельчатый. Который образует большой красивый куст. И обильное цветение. Такие метелки с цветами, соцветиями. Сорт, который в руках представлен. Эксклюзивный сорт. Необычного окраса. Двуцветного. Зеленовато-розового. 175 рублей за одно корневище. Корневища крупные в пакетиках. Они довольно-таки дают хороший зеленый поросль. И может цвететь даже в первый год. Естественно, в первый год цветение у нас не особо обильное. Цветение не всю силу отдает на цветение. Но, тем не менее, радует и первое цветение в этом году. Также, такой необычный, интересный, я даже сказала, оригинальный сорт. Пурфилингс махровый. Флокс 179 рублей за одно корневище. Можно посмотреть высота. Его 8 сантиметров. Это высокорослый флокс, не карликовый. Есть, кстати, карликовые сорта у нас. Но в основном флоксы у нас высокорослые. Образует такой красивый, пышный пустик. И максимум своего цветения достигается во второй год. Белые махровые сорта. Очень любят садоводы их. Так и называется сорт белый. 217 рублей за одно корневище. Также высота у него 8 сантиметров. Белоснежные шапки. Цветет он очень долго. Практически до самых заморозков. И радует своим цветением садоводов. За моей спиной остильбы. Остильбы также ближе уже к середине лета заканчивают свое цветение. Первые цветы, я бы сказала, даже. Начинают с цветения некоторые сорта в конце мая. Весь сезон радует. Образуют красивые ажурные кустики. Такие метелочки из ажурных цветков соцветий. Собраны тоже разные окраски. Оттенки у нас собраны здесь. Эксклюзивные сорта. Rock and roll, например. Белоснежная. Густо махровая. И очень ароматная остильба. Здесь у нас идет также одно корневище в пакетике. Высота ее достигает 60 сантиметров. Это средняя высота для остильбы. Но, тем не менее, очень красивое такое облачко создает из ароматных цветков. Так, остильба лиловая. Очень красивая тоже. 129 рублей за одно корневище. Так она и называется. Остильба лиловая. Дицентры. Дицентры у нас тоже пользуются большой популярностью. Цветок любви. Красивейшие, такие метельчатые у него побеги идут. С множеством сердцевидных цветков. Дицентр спектрабелис альба. За одну штуку 177 рублей. Очень обильное цветение. И вот такая красивая красная. Сорт Валентайн. Эксклюзивный сорт. Считается 279 рублей. Крупные цветки образуют. И обильное, обильное цветение наблюдается у нее. Так, дальше из злаковых еще покажу. Пенесетумы или лесохвостники. Тоже пользуются большой популярностью в озеленении. Это декоративно-лиственные растения. Сейчас два штучки вам покажу. 142 рубля пенесетум обычный лесохвостный. И 194 рубля пенесетум реджет. Очень красивые отдает такие вот злаки. Побеги злаковые. Которые похожи на лесохвостики. Отсюда и название. Далее. Или георгина. Или в простонародье георгин. Клубневое растение, которое пользуется огромной популярностью. Очень большое количество видов. Различных ассортиментов. Различных вариаций цветения. Есть и помпонные сорта. Есть кактусовидные. Есть пионовидные. Не пейные сорта. Есть анимоновидные. Не махровые. Махровые. Густомахровые. Разные-разные абсолютно сорта. Которые вы можете наблюдать сейчас за моей спиной. Здесь у нас много выставлено коробочек с клубнями. Давайте сейчас пробежимся. Быстренько по георгинам. Посмотрим какие-нибудь интересные, необычные сортики. Может быть что-то для себя, какие-то новиночки. Или эксклюзивные сорта. Вы присмотрите. Начну с анимоновидного сорта. Карликовый георгин. Happy Days Cherry Red. Вот такой вот красивый, яркий георгин. Который не махровый. Цветок больше похож на анимону. Отсюда и название. За клубень стоимостью 190 рублей. Клубень находится в торфогрунде. Он вот такой вот крупненький. Здесь много вот таких вот клубенечков. Также обычно высаживаете в май, когда уже ушла угроза заморозков возвратных. И прекрасно они наращивают зеленую массу. И могут в первый год зацвести. Коктусовидные георгин. У них характерная такая вот игольчатая структура цветка. Цветки крупные. Ну тоже зависит от сорта. Здесь у меня сорт Нуи ДТ. Это крупноцветковый георгин насыщенного винного окраса. За одну штуку 171 рубль. Очень красивый тоже кактусовидный георгин. Такой пастельный бежевый оттенок. 162 рубля. Это у нас сорт Цуки Ойри. Но шиша. Очень интересное название у них. Окраски разные. Есть карликовые сорта. Так, сейчас покажу вам. Прива Лоус Глоу. Бордовые сорта. Их можно выращивать в контейнерах. Если у вас нет большой дачи или нет сада, теоретически можно попробовать выращивать их в крупном кашпо. И они обрадуют вас цветением пышным, вот такими помпонными, маскомахровыми цветами. Далее. Помпонные как раз таки сорта. Обычно указывают помпонные. У них такой вот необычный шаровидный цветок с скрученными трубчатыми цветками. Здесь у нас сорт Кенора Файерболл Шар. 167 рублей. Крупное корневище довольно таки. Прям можно показать, насколько оно крупное. Здесь очень большие клубни. Прекрасно дает зеленую массу. И цветет первый год. Из необычных окрасок. Вот такой вот, например, Эвелин Шар. Тоже помпонный сорт. 185 рублей за штучку. Красивый пастельный оттенок с розовой серединкой. Также они моновидные. Желтого окраса. Тейс Лимон. 192 рубля. Они пользуются популярностью за счет того, что как раз таки их можно выращивать в кашпо или в каких-то контейнерах. Они невысокие и прекрасно образуют зеленую массу. Цветут обильно и красиво смотрятся. Анимоновидный также необычный сорт, который имеет простую коронку. И внутри густый такой вот цветок густой. 185 рублей. Джайф анимоновидный. Красивый оранжево-красный оттенок. 185 рублей за крупный клубень. Георгины. Это у нас не зимующие растения. Их нужно тоже выкапывать, как и гладиолусы. Клубни хранят где-то в подвале или в сухом, прохладном, темном помещении до весны. Весной в мае, когда уйдет угроза заморозков, их прекрасно высаживают. И они очень быстро набирают зеленую массу. Быстро начинают цвести. И относятся к длительно цветущим растениям. Очень красивые цветы, сорта. Есть высокорослые виды. Вы тоже смотрите по сортовым особенностям. Можно здесь на этикеточке смотреть высоту растения. Вот, например, у меня сорт в руках. Sunny Glow. Декоративный махровый георгин. Здесь он имеет высоту всего 30 сантиметров. То есть также подходит прекрасно для контейнерного выращивания. И для выращивания, например, на балконе. 169 рублей за один клубень. Оранжевые различные оттенки сорта. Двухцветные. Эксклюзивный сорт. Penny Lane. Декоративный. Это именно группа георгинов декоративно-цветковые. Красно-белый сорт. 175 рублей за пакет. Крупный цветок образуется. Очень красивый, яркий георгин. Так, и последний у нас здесь находятся георгинчики. Сейчас покажем какой-нибудь интересный сортик. Тоже декоративно-цветковый. Оранжево-желтый. Крупно-цветковый сорт. 133 рубля. Крупный цветок образуется. Очень красивый. Яркое цветение. О, вот это тоже сорт очень интересный. Это сорт Миртлсфоли бахромчатый. Уже идет 183 рубля. Помимо того, что у него сильно бахромчатый, сильно махровый цветок, он еще и бахромчатый. То есть у него лепесток, он такой вот имеет изветвление, за счет чего он такой получается как беспорядочно расположенные цветки. Очень необычные сорта. Королевский цветок. В себе любимый пион. У нас представлены также в разных оттенках, разных ассортимент по цветам. И пионы поистине можно считать королем сада, потому что крупные цветки, обрамленные большим количеством цветков, очень привлекают внимание и заслуживают достойного уважения. Также разные встречаются разновидности абсолютно по цветкам. Это бывают и махровые, густомахровые, полумахровые, анимоновидные сорта. Представлены у нас разные. Сейчас тоже пробежимся по ассортименту, посмотрим интересные какие-то виды. И начнем, наверное, с желтых оттенков. Это у нас любимый Примавера. 444 рубля. Здесь идет корневище. В пакете топогрунте. Крупное корневище с точками роста. Здесь несколько точек роста по корневищу, которые вы сажаете уже после заморозков последние, которые проходят у нас. И прекрасно растение растет, наращивает в первый год зеленую массу, на второй год оно уже зацветает. А бывает, что и в первый год зацветет одним-двумя цветками. Также из желтых сортов, мы знаем, что вы все интересуетесь этими, популярнейший сорт Лаура десерт. 451 рубль. Здесь такой полузакрытого типа цветок. Высота его 8 сантиметров. Как раз-таки можно здесь посмотреть по цветению. Цветение здесь немножко отсрочено у этого сорта. Оно приходится уже на более, на лето уже глубокое. Это июль, август и сентябрь. Пионы у нас в обычном понимании цветут в июне, где-то до июля, до серединки июля. Этот сорт, он цветет уже более длительное время. Так, желтые, кстати, успевайте приобрести желтые сорта, потому что, возможно, что это в следующей поставке их не будет уже. Популярные сорта быстро разбираются, и поэтому их дефицит. Также из-за белых оттенков, также прекрасный, один из самых лучших признанных пионов. Считается Фестима Максима. Популярнейший сорт. 236 рублей за одно корневище. Красивый, классический, белый пион. Такой махровый оттенок, даже с кремовым оттенком. Это признанный пион, который считается самым лучшим в своем классе. Так, розовые оттенки, также представлены в различных вариациях. Санта-фе, сорт анимановидный, такой структуры цветка. Здесь коронка из розовых листьев, ой, из розовых лепестков насыщенных. И серединка нежно-кремовая, такая нежно-розовая, густомахровая. Очень оригинально, красиво смотрится. Цветок до 10 сантиметров может достигать. Из-за корневища 365 рублей. Пионы у нас представлены травянистые, это не древовидные пионы. Травянистые пионы, которые не образуют стебель от древесневающей. И они просто растут зеленым, не древесневающим кустом. Чтобы вы знали, или если кто не знает информацию. Сорт розовых пионов ТАВ, 208 рублей. Здесь не то, что прям чисто розовый цвет, а особенностью этого сорта, он образует такие красивые прожилки из более темного розового оттенка. Красиво смотрится очень. И раскрытие у него более широкое. Получается, как будто пеновидно, даже роза, с чем-то с розой похожа, такое скрупное раскрытие. И темные сорта Black Beauty, покажем, 507 рублей. Также это эксклюзивный сорт, считается, один из самых популярных сортов. Популярные сорта, оттенки такие темно-винные, темно-бордовые, считаются желтоватые оттенки, оранжевые. Но вот этот сорт также признанный, эксклюзивный сорт. Очень красиво смотрится. Желтая серединка, особенно она контрастирует с темным цветом. И они относятся к таким популярным, любимым всеми сортам. Вот этот Black Beauty. Ну и последний покажу сорт, Celebrity. Здесь густомахровый цветок. Он двухцветный, необычный. Он даже похож на такой немножко раздербаненный цветочек. 348 рублей за корневище. Смотрится очень эффектно. И цветок у него очень крупный. Клубневые или луковичные растения. Клубни луковичные, еще по-другому называют. Представлены у нас в различных тоже вариациях. Это в основном каллы, всеми любимые цветки. И аморилисы. Аморилисы это у нас луковичные растения. Они выращиваются в комнатных условиях. Даже сейчас уже можно взять луковичку, посадить ее в горшок и добиться цветения. Эксклюзивные сорта у нас даже представлены некоторые виды. Например, аморилис Red Peel. Густомахровый, красивый, классический красный цвет. Здесь огромная луковица. Сейчас покажу вам такая. Просто такая огромная. Где-то сантиметров 10 она в диаметре. 645 рублей. Очень красивый сорт. Цветок крупный. И достигает до 4-5 штук на одном цветоносе. Также необычные окрашенные густомахровые цветки. Например, нимф махровый. И еще один сорт Dancing Queen. Очень красивый сорт. Полосатый 524 рубля за одну луковичку. Ассортимент их большой. Калы. Калы у нас представлены в наличии более 15 сортов. Разные окраски. Есть также эксклюзивные сорта. Розовые, двухцветные, темные. Black Star, например. Очень красивая, эффектная кала. Здесь в пакете одна клубня-луковичка. Она вот так вот в опилочках. Ее сейчас можно прекрасно высадить в горшок. И она будет наращивать зеленую массу листья. И потом зацветет за Black Star одну штучку 152 рубля. За сорт Picasso также 152 рубля. Этот сорт отличается вот такой вот интересной, необычной окраской, двухцветной. Цветок крупный у них образуется. И плюс еще у этого сорта такая-то интересная пятнистаясть на листьях. Она тоже ценится. И декоративность не только от цветка, но и за счет листьев достигается. Эксклюзивный сорт Farfite. Это кремовая кала с розовой каемкой. Очень красивый, крупноцветковый сорт. Стоимость его 148 рублей за одну луковичку. Тракция луковички 12-14 см. То есть в окружности она имеет до 14 см. Это уже экстра луковичка считается. Естественно, черные оттенки. Популярные черные калы. Очень оригинально, стильные смотрятся. 144 рубля за одну клубнелуковичку. Разные пастельные оттенки. От темного к светлому. Элеганза популярнейший сорт. Кремовый как раз. Здесь еще так ждет пятнистость на листьях. Такая перфорация как будто 148 рублей. Различные розовые, красные оттенки классические. Самое главное то, что вы можете прекрасно выращивать калу в домашних условиях. Либо в открытом грунте, как контейнерное растение. Потом на зиму заносить ее в помещение. Очень хорошо растет и зацветает довольно-таки рано. Где-то уже в начале весны она может дать цветение. Глоксиния. Это у нас одно из любимейших комнатных растений. Сининги еще по-другому его называют. Растение близкое по уходу к фиалкам или к синполиям. Здесь у меня в руках интересные сорта. Одни из самых популярнейших. Сорт Монблан. 148 рублей. Очень красивая белоснежная глоксиния с крупными колокольчатыми цветками. За одну луковичку 148 рублей. Сорт Тигрина Ред. Такого малинового оттенка или красновато-розового. Красивого с пятнистостью, с рябью внутри колокольчика. 150 рублей за одну штучку. И Тигрина Блю. Также пятнистое интересное. Глоксиния стоимостью 148 рублей. Этот сорт считается эксклюзивным. Он очень красиво смотрится и образует крупные колокольчики. Это у нас растение клубневое. Перед посадкой желательно клубинить замочить на некоторое время. Потом высадить в горшок. Сильно не заглубляя. И прекрасно будет наращивать зеленая масса. И зацветет даже в этом году. Бегонии. Одна из самых популярных групп цветущих растений. Которые всеми любимы. Клубневые бегонии. Они прекрасно выращиваются в домашних условиях. Можно выращивать на открытой террасе, например. Или даже в открытом грунте. Они не зимут. Можно их занести в теплое помещение зимой. Просто в квартиру или в дом. И они прекрасно будут переживать неблагоприятные условия в домашних условиях. Абсолютно большой выбор из любых бегоний. Здесь у нас есть и антельные бегонии. Они как пендула идут. Миксовые. За три клубня. 217 рублей. Ампельные бегонии. Они дают длинные стебли. Они такие тонкие, свисающие. Их можно выращивать под весном кашпо. И обильно цветут. Из ампельных сортов также есть красный сорт. Здесь две штучки. В пакете 167 рублей. Красивые цветения. Обильно цветут. И образуют такой вот прям пышный-пышный каскад из ярких цветов. Пендула розовая. 185 рублей. И есть еще такая вот оранжевая. Санрай. Здесь также у нас две луковички. И стоимостью 204 рубля. Очень красивый, яркий бегоний. А ну еще, конечно, белая. Тоже классика жанра. Можно вообще посадить в несколько горшков и создать такую композицию. 167 рублей. Различные виды эмбриаты. Это очень густо махровые цветки. Эмбриаты также пользуются популярностью. У них практически цветок похож на огромный шар. Здесь желтое и красное. За две луковички 160 рублей. Она густовая. И цветы у нее крупнее стандарта. То есть они достигают диаметра до 10 сантиметров. Ну и стандартные, конечно, различные махровые цветы и окраски. Классические варианты. Белые цвета. Например, махровая белая 160 рублей. Махровые красные. Оранжевые 190 рублей. Вот такая вот оранжевая с белой каймой. Так, желтые окраски. Тоже очень интересно смотрится. Обильно образуют много цветков. 160 рублей. И вот такие вот шикарные двуцветные. Pink white. У нее розоватые края. 169 рублей за две луковички. Очень большой выбор. Может целую коллекцию создать. И порадовать себя. На этом наш обзор завершен. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите на следующих обзорах. Очень большой популярностью пользуются у нас сейчас луковичные. Начинается у нас сезон. Скоро уже весна. Поэтому все активно разбирается. Все активно покупается. Поэтому приезжайте уже к нам за цветочками, которые вам понравились. И мы находимся по адресу город Новосибирск. Северный проезд 9. Спасибо вам за внимание. Мы желаем вам всего доброго. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok